Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу Вести Магнитогор в студии Александр Киселёв. В начале выпуска коротко об основных его материалах. Губернатор Челябинской области Пётр Сумин с рабочим визитом прибыл в Магнитогорск. Он встретился с руководством города и посетил строящиеся объекты. Долгожданное событие для жителей посёлка Некрасово. В их домах наконец-то появился природный газ. Комплекс социальной адаптации граждан – реальный способ решить жилищную проблему для более чем 200 магнитогорцев. Сегодня в Магнитогорск рабочим визитом прибыл губернатор Челябинской области Пётр Сумин. Он посетил три строящихся объекта города, финансируемых большей частью из федерального бюджета. И принял участие в открытии новой объездной дороги вокруг Магнитогорска, Верхнеуральск, Белорецк. Рассказывает Елена Винц. Губернатор Челябинской области Пётр Сумин пробудет в Магнитогорске два дня. График работы плотный. День расписан по минутам. У губернатора деловой настрой. Вообще сегодня у меня большой рабочий день. Вот уже события. Серьёзные события, да? Ну а если уж говорить, конечно, генерального директора Виктора Теревчера. День рождения, у меня болеет. И грешно было бы с моей стороны, и не проник, я его не поздравил. Сегодня утром Петра Сумина лично встретили глава города Виктор Аникушин, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Михаил Сафронов. Большой участок объездной дороги вокруг Магнитогорска открыли в торжественной обстановке. Основной подрядчик строительства Юж-Урал-Аптобан предложил все усилия и дал участок дороги согласно графику. Сейчас вокруг города ведемого эксплуатации более 60 километров дорожного полотна. Новые технологии, новые оборудования, новые машины, новые заводы построили, прекрасные материалы. Людей воспитали, люди специалисты стали, профессионалы хорошие, научились хорошие дороги делать. Вот сейчас задача искать, зарабатывать больше денег на дорожных полотнах. Поэтому по будущему году мы рассчитываем где-то на дорожный фонд в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей, а дальше будем смотреть, если нормально будет формироваться бюджет, нормально будет развиваться экономика области. Мы будем смотреть, что-то будем есть. Сегодня же Петр Сумин посетил Магнитогорскую государственную консерваторию. Визит губернатора не случайен. В этом году консерватория отмечает 10-летний юбилей. Сумин познакомился с преподавателями и педагогами консерватории. Прошел по классам и залам. Обещал выделить деньги, помочь инструментами. Сумина везде встречали тепло. Ансамбль «Калинушка» подарил на память две свои аудиокассеты. Сумин отшучивался. Не каждый раз дарят музыку. Затем губернатор побывал в новом здании онкологического центра, строительство которого началось в 1997 году. Это детище Петра Сумина, и он в каждый свой приезд лично проверяет, как идет строительство. Доволен губернатор и реконструкцией центрального стадиона Магнитогорска. Подрядчики спешат закончить капитальный ремонт к 75-летнему юбилею магнитки. Сумина обещал выделить еще 15 миллионов рублей на реконструкцию. На деловую встречу с главой города Петр Иванович подвел итоги визита. Дорога хорошо получаются. И надо нам усилить строительство дороги, ускорить Челябинск. Да, вот этот полет, который у нас остался. Там он, кто-то, Игорь Филиппович говорил, Алексей Иванович говорил, километров 30 в год бы, конечно. Это было бы здорово, да, на Челябинске. Потому что совершенно другое качество. И безопасность, и комфортность. Сегодня многие дома поселка Некрасово были подключены к магистральному газопроводу природного газа. Гатификация поселка успешно завершилась благодаря усилиям городской администрации и предприятию Магнитогорск-Межрайгаз. Пенсионерка Мария Тенева несколько лет собирала деньги, чтобы провести газ. Пришлось сломать деревянную пристройку и сложить каменную кухню. Она очень рада, что наконец-то в доме есть дешевое топливо. Одну пенсию жили, а одну пенсию клали на книжку «Уралбанк». И вот сэкономили, и вот подвели газ это самое. Спасибо, не очень, уж не очень дорого. Уж не очень дорого. Можно всем делать это, подводить газ. А то отопление у нас дают очень поздно, холодно. Ее соседка живет в своем доме 5 лет. Он ей достался по наследству. Все эти годы мучилась из-за отсутствия горячей воды. 5 лет вот я мучаюсь, у меня и суставы болят от холодной воды, и все. И вот решили провести, решились. До последнего времени в доме было холодно. Даже собачек приходилось кутать в фуфаечке. Сегодня многие жители поселка обзавелись водогрейками и отопительными котлами на голубом топливе. Если говорить о сегодняшнем именно объекте, эта газификация поселка Некрасово завершена в части именно магистральных газопроводов, уличных газопроводов, которая позволит подключить к природному газу для цели отопления и приготовления пищи более чем 160 домов. Эти дома по улице Матросово подключены к центральной отопительной системе. Дорогое удовольствие для пенсионеров. Сейчас каждый дом будет отапливаться автономно. Везде есть газовые счетчики, и платить лишнего никто не будет. Сегодня запущено вводов более километра. То есть жители тех домов, которые находятся на этих вводах, могут газифицироваться, получать газ и уже отапливать свои дома газом. Сейчас в городе газифицировано более 95% жилья. В течение ближайших несколько лет голубое топливо доберется до самых окраинных поселков. На последнем заседании депутаты Государственной Думы России рассматривали вопрос об увеличении заработной платы бюджетникам в 2004 году. Большинством голосов законопроект был отклонен. Причина банальна. По мнению парламентариев, на дополнительные расходы в бюджете нет денег. Это решение у нас в студии прокомментировал председатель комитета по законодательству Государственной Думы Российской Федерации Павел Крашенинников. На 15% все-таки увеличение есть. Это безусловно мало. Мы предлагали, в частности, по образованию на 60 миллиардов, по медицине 40. К сожалению, мы, более того, мы показали, откуда эти источники брать. К сожалению, Государственная Дума, в частности, меня и моих коллег не поддержала. Даже чуть-чуть больше 100 голосов проголосовала. Вот. Это для меня достаточно странно. И странно, ну, во всех отношениях я этого не понимаю. Но у нас еще будет третье чтение. Может быть, мы эту ошибку все-таки будем исправлять. Актуальное интервью с Павлом Крашенинниковым вы сможете посмотреть завтра, 17.20, на телеканале «Россия». Сегодня отмечается Международный день протеста против нищеты. Величина прожиточного минимума в Челябинской области составляет 2010 рублей. По статистике, более 30% горожан находятся за чертой бедности. Еще в более сложной ситуации оказываются те, кто в дополнении к финансовым проблемам потерял жилье. В Магнитогорске такие люди, как правило, попадают в комплекс социальной адаптации граждан. В комплексе социальной адаптации граждан два подразделения. Непосредственно центр социальной адаптации и дом ночного пребывания. По проекту комплекс рассчитан на 110 мест, но количество его обитателей значительно больше. Зимой эта цифра увеличивается почти в два раза. Контингент разнообразен. Люди из мест лишения свободы, одиночки, от которых отказались дети, самая большая группа – престарелые и инвалиды. Нет, я здесь нет. А ты здесь же уехал? Он здесь на левом где-то живет. Он знает, что вы здесь? Знает. Но он говорит, уехал я, поэтому его не вижу пока. А он приходит к вам? Нет, сюда не ходит. Таня Рытова, воспитанница детского дома, приехала из Голорецка. Мужа посадили, свекровь выгнала из дома. Работает здесь же, в центре, в прожарке. Так называется на местном диалекте дезинфекционная камера. Таня – одна из немногих жильцов центра, которая не пьет. А это – главное увлечение практически всех постояльцев. Пенсия, которую привозят прямо на дом, пропивается за один-два дня. В этом доме свои правила, своя жизнь. Очень многие уверены, что они здесь временно, что жизнь изменится, придут иные времена. Мечты – это очень большая такая, очень сложная штука. Они то есть восполнимые, то есть невосполнимые. Просто есть стремление жить хорошо, нормально жить, работать, иметь семью, свой дом. По мнению руководителей центра, суждение, что нищие расплодились в постреформенную эпоху, ошибочно. В России их хватало всегда, только менялся источник пополнения рядов. Это как болезнь любого живого организма, любого общества. Все равно, наверное, будут люди, которые спасают перед жизнедеятельными сложностями и уйдут. Кто в объятии зеленого змея, кто в наркотики и так далее, и так далее. Какой-то процент, наверное, все равно этот будет. Сотрудники центра социальной адаптации граждан делают для своих подопечных многое. Оформляют пенсии, инвалидность, меняют паспорта, устраивают на работу. Но всех проблем это не решает. Общество должно понять, уверен Евгений Кобзистов, жить очень-очень богатыми, рядом с очень-очень бедными нельзя. В Магнитогорске прошло совещание, посвященное проблеме сахарного диабета. Сегодня это заболевание занимает восьмое место среди прочих причин смерти людей. Широкая распространенность сахарного диабета, высокая смертность и ранняя инвалидность заставляют работников управления здравоохранения города искать новые пути борьбы с недугом. Сейчас в Магнитогорске насчитывается более пяти с половиной тысяч больных с сахарным диабетом, что составляет примерно полтора процента всего населения города. Беспокойство медиков вызывают прежде всего причины возникновения этого заболевания. Помимо генетической предрасположенности, есть немало факторов, влияющих на развитие сахарного диабета. И прежде всего это неправильное питание. Вы посмотрите то, какое количество сладкого едят наши дети, что именно они едят. О том-то агрессивной рекламе сникерсов и марсов, которая идет по телевидению, ставит нас в такой режим, что приходя в гости к ребенку, мы приносим с собой в обязательном порядке шоколадку. Употребление большого количества углеводов, переедание, малоподвижный образ жизни – все это значительно усложняет работу врача. А вот перебоев с медикаментами, по словам руководителей нашего Горздрава, практически нет. Все больные обеспечиваются качественным российским инсулином. А пациенты по тем или иным причинам, не переносящие отечественные препараты, получают инсулин американского и германского производства. И все же наиболее важным врачи считают не лечение сахарного диабета, а его профилактику. Сегодня в Магнитогорском доме актера трое творческих работников нашего города были награждены почетными знаками за достижения в культуре. Нагрудные знаки за достижения в культуре были вручены солистке театра оперы и балета Надежде Ивашенко, работнице управления культуры Надежде Рыжовой и педагогу музыкальной школы номер 4 Сергею Камаеву. Начальник управления культуры Магнитогорска Сергей Павлов пожелал успеха творческим работникам. Сегодня у нас приятная повестка дня. Трем работникам культуры вручается правительственная награда. Мы очень рады, что достижение наших творческих работников замечено на уровне Министерства культуры. Я очень счастлива и рада присутствовать здесь сегодня на своем награждении, увидеть людей, которым еще достоилась честь получить эту награду. Кроме того, прозвучали музыкальные поздравления в честь виновников торжества. По мнению Сергея Павлова, это событие действительно неординарное для Магнитогорска. Ведь не каждый день работников культуры нашего города представляют к почетным наградам. И завершение выпуска коротко напомним о главных городских событиях уходящей недели. В понедельник сводный отряд ОМОН на Челябинской области отправился в очередную служебную командировку в город Аргун Чеченской Республики. Его составит 30 магнитогорских бойцов. Командировка рассчитана на 180 суток. В Аргуне ребята отметят юбилей отряда, которому в нынешнем году исполняется 10 лет. Во вторник в Магнитогорске открылось отделение почтовой связи с применением современной технологии электронная очередь. Уральский регион всегда был пионером в области информационных услуг. Посетители 44-го отделения почтовой связи теперь избавлены от необходимости дышать друг другу в затылок. Получив персональный номер, можно в некотором отдалении от операционных окон спокойно дождаться приглашения на электронном табло. В среду в Магнитогорске прошли депутатские слушания по проблеме детства. Цифры, озвученные на слушаниях, весьма неутешительны. В городе проживает более 2000 детей-сирот, около 1500 детей-инвалидов, 500 бродяжничают, не хотят учиться или не учатся вообще. За последний год от 160 детей горе-мамаши отказались уже в родильных домах. Тревогу исполнительной и законодательной власти Магнитогорска вызывает и высокий уровень преступности среди детей. Наркомания процветает, подростку некуда пойти и организовать свой досуг. В четверг пущено в эксплуатацию первая очередь водораспределительного пункта в тресте теплофикация. Строительство важного для города объекта осуществлялось за счет трест-федерального бюджета. На торжественном открытии нового объекта особо отличившимся работникам треста были вручены почетные грамоты. Сегодня в Магнитогорск рабочим визитом прибыл губернатор Челябинской области Петр Сумин. Он посетил государственную консерваторию, строящуюся здание онкологического центра «Центральный стадион» и принял участие в открытии новой объездной дороги вокруг Магнитогорска. С новыми событиями вас познакомят журналисты Магнитогорской государственной телерадиокомпании «Понедельник». Удачных вам выходных и до свидания. Спонсор прогноза погоды – Челленбанк. Челленбанк – ваш надежный и верный партнер. Прогноз погоды на 18 и 19 октября. Ночью днем ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 2, минус 3. Днем – от 5 до 10 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – страховая компания «АСКО». «АСКО» – гарантия вашей стабильности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok